Каннская Федерация Лучников Каннская Федерация Лучникова У Каннской Федерации стрельба из лука Последнее время судьба не из легких Сначала поиск нового помещения для занятий Затем ограничительные меры Из-за которых количество соревнований сократилось И как следствие отток воспитанников Всего этим видом спорта в городе Сейчас занимается 22 человека Что в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом Но после того, как спортивная школа в арсенале Выделила лучникам зал Дела у них, можно сказать, наконец пошли в гору Проблемы стали решаться, не успев появиться После того, как мы заняли это помещение Была одна проблема, это сделать здесь ремонт Стены были абсолютно голые Допустим, полы, вот видите, не покрашенные были Но они и сейчас не покрашены, все еще впереди Обратились мы, значит, к Дмитрию Адаменко По поводу ремонта данного помещения Помог нам, закупили материалы Те материалы, которые сейчас поступили Вот видите, стены мы уже отремонтировали на данный момент Сейчас ждем, краска подойдет, то есть заказали хорошую краску Которая на бетоне будет держаться и не выбиваться со временем Подойдет, покрасим полы, потолок побелили И теперь помещение становится светлым, чистым И ребятишкам гораздо приятнее заниматься Нет пыли, нет грязи Отметим, с 2015 года Каннская федерация стрельбы из лука Привозит в город только призовые места Соревнования как муниципального, так и регионального уровней И уже со следующей недели, как только в зале завершится ремонт Юные спортсмены вновь приступят к тренировкам Эти люди управляли этими процессами То есть они создавали вот это пространство И несельцы были, конечно, им благодарны Они воспитали очень большое количество людей Свой 138-й день рождения Несельский краеведческий музей отметил открытием новых экспозиций Они разместились на втором этаже главного корпуса И стали продолжением концепции музея реки Выставки рассказывают о жизни коренных жителей И ссыльных переселенцев на берегах Енисея И о притоках в 20-м веке Основой новых экспозиций стали не только предметы из фондов музея Но и материалы, собранные во время экспедиции по деревням Енисейского района Там представлена ювелизация истории с помощью роликов жизни людей Именно по охоте, по рыболовству, по занятиям хозяйственным Особенно в годы существования колхозов, совхозов, лесгромхозов Это, конечно, истории самих людей, которые побывали в ссылке И те, которые прошли как дети войны, Великую Отечественную войну А вот в этом зале можно узнать о просветительской роли музея в жизни енисейцев Здесь представлены коллекции, собранные его основателями Часы, метеорологические приборы, гербарии Очень интересной получилась выставка орудий каменного века Здесь, кроме наконечников стрел и топоров, представлены нуклеусы Что это такое, лучше всего расскажут сами сотрудники музея Это, собственно, основной инструмент, основная заготовка Для создания орудий труда более миниатюрного характера Удар по нуклеусу позволяет получить отщеп плоской формы Которую уже древний человек приспосабливал под свои собственные нужды Будь то разделка кожи, будь то работа с деревом Или создание сложных многосоставных орудий и компонентов к ним Новые экспозиции уже по достоинству оценили первые посетители Особенно они отметили интерактивность всех выставок Мне очень понравилась, как здесь устроена экспозиция Новое дизайнерское видение Что это очень окунает в обстановку нашего города Какие-то моменты Технические новые моменты Красивые новые экспозиции В день рождения музея все выставки и залы можно было посетить бесплатно И этой возможностью успели воспользоваться десятки жителей города и района В Крае благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» доступ в интернет дополнительно получат еще 199 социально значимых объектов Среди них 99 учреждений культуры, 82 фельдшерско-акушерских пункта и 3 школы А также 12 севсоветов, 2 пожарные части и пункт полиции Все они расположены в районах Края Всего в этом году с учетом дополнительных объектов Доступ к интернету получили более тысячи социально значимых организаций Реализация мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика» продолжится в Крае и в следующем году В Красноярском Крае почти в три раза выросло число площадок для проведения географического диктанта РГО В этом году он состоится 14 ноября и пройдет уже в седьмой раз Где именно они находятся, можно узнать на сайте Русского географического общества Участники акции анонимно отвечают на вопросы, на знания, общеизвестных фактов из географии России В географическом диктанте 2021 может принять участие любой желающий, очно или онлайн Диктант начнется 14 ноября в 12.00 Библиотека в деревне Николаевка Новоселовского района переехала в новое помещение Теперь после капитального ремонта все изменилось и библиотека ждет посетителей На сегодняшний день постоянными читателями являются почти половина всех жителей Николаевки Благодаря переезду в просторное помещение появились новые зоны для встреч, бесед и дискуссий Для создания еще более комфортных условий библиотека участвует в тендерах Так по итогам конкурса библиотека стала победителем и получила 100 тысяч рублей Эти деньги потрачены на покупку новой мебели В этом году планируется еще ряд крупных ремонтов Деньги на эти цели поступят из местного бюджета Решение о их выделении принято депутатами райсовета В ближайшее время и в других населенных пунктах района будут обновлены дома культуры, клубы и библиотеки Мы в этом году отремонтируем прямо глобально Это Чулынский сельский дом культуры Также у нас предусмотрены ремонты сливных систем в нескольких домах культуры Предусмотрены у нас ремонты ограждений практически в большинстве домов культуры Но и также одним из главных моментов это подготовка к зиме У нас мы закупаем котельное оборудование тоже на несколько сельских клубов Которые мы надеемся установим И там тепловой режим будет, скажем так, соответствовать тем нормам, которые должны быть в учреждениях культуры Медведь-блогер попал в фотоловушку Саяношушенского заповедника Косолапый поправил камеру, а после резво забрался на дерево Он повторил трюк несколько раз Затем долго тер со спиной о ствол Все это действие происходит ровно в центре кадра А со спиной хищника открывается потрясающий вид на горы Из-за такого блестяще выстроенного кадра в интернете его и прозвали блогером В центре досуга настоящий спортивный праздник Двукратная олимпийская чемпионка, лауреат Международного зала славы гимнастики в Оклахома-Сити Человек, чье имя занесено в книгу рекордов Гиннесса Все это о Марии Филатовой В канун Всероссийского дня гимнастики легендарная женщина пообщалась с железногорскими спортсменами Просто желаю всем, кто занимается спортивной гимнастикой, верьте в себя и все у вас будет хорошо Даже если вы не станете большими спортсменами, большими чемпионами Просто знайте, что если вы научились преодолевать какие-то трудности благодаря гимнастике, у вас жизнь будет только лучше развиваться Организаторы до последнего не верили, что визит состоится, говорит известная железногорская гимнастка Алена Аркуша Но Мария Филатова все же нашла возможность в своем плотном графике Побывала и в железногорском гимнастическом зале спортивной школы «Юность» Вы знаете, то, что есть сейчас, это золото, первый, второй, третий, четвертый класс, чтобы физкультура проводилась постоянно Но пока что есть, но лучше, конечно, строить, строить и строить, чтобы дети заходили в гимнастический зал и просто думали, что это дворец Прекрасное владение своим телом, ориентация в пространстве, развитой двигательный интеллект – это все про гимнастику Правда, спорт высоких достижений и занятия для общего развития – это разные вещи Не любя гимнастику, невозможно достичь высоких результатов Здесь остаются только те, у которых гимнастика осталась в крови Которые приняли глубоко в сердце этот вид спорта Потому что невозможно делать на сегодняшней гимнастике то, что сейчас делают гимнасты, не любя этот вид спорта А когда торжественная часть закончилась, девчонки облепили чемпионку Автограф и фото на память Все-таки не каждый день в Железногорске Мария Филатова Этот песик штурмует снежные препятствия Для него сугробы в Норильске уже просто огромные И правда, местами снег лежит толстым слоем Под ним почти скрылись металлические ограждения На треть утонули декоративные деревья Лестницы превратились в горки Их просто не успевают расчищать Но самые большие сугробы в Норильских дворах Они вырастают, когда техника весь снег сгребает в одну кучу Уже сейчас высота этих снежных гор впечатляет А ведь зима еще даже не началась Да и снег выпал позже обычного По меркам северян снега сейчас совсем немного Буквально оленю по колено А вот в прошлом году в это же время Из сугробы торчала только его голова И все же в сравнении с остальным красноярским краем Северный город утопает в снегу Машины во дворах уже буксуют Если не могут выехать, постепенно превращаются в сугробы Многие так и простоят под снегом всю зиму Для Норильска это распространенное явление Детские площадки тоже будут забыты до весны Их полностью засыплет снегом А вот дороги и тротуары здесь стараются чистить Техника работает круглосуточно Снега хоть и меньше обычного Но за месяц его уже вывезли 50 тысяч тонн Если работа дорожных служб прервется Остановится и весь город, кроме самых находчивых Все, вот и по-любому сугробы можно проехать Удобнее, чем коляска однозначно Легким движением ноги коляска превращается в санки Идеальное транспортное средство для Крайнего Севера Коренные жители Норильска приспособились к экстремальным условиям Новый год ощущается, настроение уже новогоднее Я уже даже елку поставила дома Как снег выпал А вы? Нет, холодно Не люблю снег Люблю лето Сколько людей, столько мнений Однако климат в Норильске в этом году, кажется, хочет угодить всем На прошлой неделе давили морозы ниже 20 В выходные была метель А вчера вообще потеплело до плюс 1 градуса Знатоки говорят, это крайне нетипичная для Крайнего Севера погода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова